Друзья, приветствую вас! Кто хочет, ну скажем, победить врага? Все хотят! А что для этого надо? Правильно! Воспитать его врага, детей! Кстати, по этому поводу имеет что сказать и Клим Жуков! А интервью с ним вы в силах посмотреть на канале Метаметрика, ссылку на которое я имею честь оставить для вас в описании. Разговор получился интересным, насыщенным и пропитанным хорошим настроением. А что нужно сегодня молодежи? А, правильно, хорошее настроение. А как сделать так, чтобы настроение улучшилось? Ну, конечно же! Нужно всего лишь получить водительское удостоверение. Хотя, в этом процессе есть небольшая палочка в колесах. На пути к водительским правам стоит психиатр. Меня просто обрали и унизили на этой комиссии. Выставили меня... Меня не просто выставили, меня назвали. И сказали, что это диагноз. В общем, мне задавали такие вопросы, как, типа, когда была Великой Отечественной... Я не знаю, я правда, мне не пригодится эта информация в жизни. Я не знаю, когда была она. И мне сказали, что об этом знают даже второ... Меня сравнили просто с второклассником. Ведь я совершенно согласен, что знание того, когда началась Великая Отечественная война, никогда не пригодится в жизни этого прекрасного юноши. Это знание и не должно пригождаться. И помогает забивать гвозди или соблазнять девушку. Особенно, если девушка тоже не в курсе, в каком городе, к примеру, было поднято Знамя Победа в 1945 году. Вы скажете, а разве бывает такое? Ну, вы... Германии... А город? Не знаю. Столица Германии. Нидерланды. Знание – это понятие растяжимое. Как я и сказал, знания не обязаны пригождаться на каждом шагу и делать из вас супермена. Анатолий Лассерман не даст соурать. Но есть одно важное значение знаний и вообще образования. Знания помогают молодым сопляжуем формироваться как личность. Помогают заиметь свои взгляды и отношения к чему-либо. Стержень мировоззрения, так сказать. Они, знания, приучают думать своей головешкой. Проводить, простите господи, анализ происходящего. Искать причинно-следственные связи. А в этом, в поиске причинно-следственных связей, поможет и история, и геометрия. И даже, не к ночи будет сказано, химия. Вроде бы, аж два о, а вроде и нет. Аж два о, девиз не наш. Наш ци два, аж пять, о аж. Потом меня спрашивают, что такое аж два о. Я знаю, что это вода. Но меня попросили рассказать про ее компоненты. Что такое аж, что такое о, что такое два. Этого я не знаю. Я не мучил это. Я не знаю, зачем мне это в жизни. Как оно повлияет на мою жизнь. Как это вообще на водительское удостоверение влияет. А потом меня спросили, в чем измеряется скорость автомобиля. Я сказал, что в километрах. Она мне говорит, вы тупой. Как вы собираетесь водить машину, если вы не знаете элементарно, что... ...измеряется в километрах в час, а не просто в километрах. Вопрос изначально, значит, был поставлен неправильно. Я знаю, что в километрах в час, но я не знал, что это разное. Километры, километры в час. Короче, по итогу она мне сказала просто, как можно быть таким тупым. Я говорю, почему вы меня называете тупым? И она говорит, потому что я врач. Потому что я психиатр. И я ставлю вам такой устный диагноз. Вот. Она говорит, если хотите, пропишу вам и письменно. Но ведь можно вполне достойно прожить и без водительского удостоверения. Скажет мне тот, кто живет всю жизнь без водительского удостоверения. И вы будете совершенно правы. Можно. А кому-то даже и нужно. Давайте же все-таки дадим нашей молодежи шанс. Ну а в свете патриотизма и продвигаемой государством идеологии гордости за страну просто узнаем у нового поколения имя первого космонавта. Первого космонавта-женщины. Это по-любому должны знать. Это же, так сказать, скрепы. Гордость, так сказать, за страну. Ну чтобы было, что предъявить российскому школьнику в споре со школьником ругвайским. Мол, а первая женщина это космонавтом была. 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 А именно русская? Россия не была. Была, да. Русская, да. Я, по-моему, я читал Екатерина, нет. Вторая. Какая вторая? Нет, просто Катя. О, господи. Первая, там, вообще там собака полетела. А женщина? Женщина, ну, собака-женщина. Как ее звали? Женщина-собаку? Я согласен, что далеко не все такие никакие. Но тенденция налицо. И в массе своей примерно так и есть. А масса, как известно, решает. А тех, кто тянется к знаниям, кому не безразлична судьба водорода в молекуле воды, тех будут переманивать в заграницу. Не зря же власти Германии, к примеру, намереваются сделать безвизовым въезд россиянам возрастом до 25 лет. А уж сколько уезжает уже сегодня и вчера тоже. На обучение, на повышение квалификации, по программам обмена опытом и сотням других программ. Этим, кстати, довольно активно занимаются либерадрилы. Организуют группы студентов и школьников, вывозят их в Европу. Там с ними работают, знакомятся, учат. Как это происходит, можно спросить у Гриши Амнуэля. Да-да, именно у того самого Гриши Амнуэля, у которого фашисты героически сражались против частей Красной Армии. Мало кто знает, но Гриша был помощником одного из депутатов Единой России. Помощь Амнуэля заключалась в вывозе молодых любознательных россиян в западные страны, где им объясняли все прелести цивилизованных ценностей, ненавязчиво передавая опыт оранжевых революций. В ходе поезда к Варшаву молодежи внушают, что у России перед Польшей и неизгладимая вина за Катынь. А при встречах в штаб-квартирах НАТО мозги промывают еще чище. После одной из таких встреч российская девушка заявила, что думать о НАТО, как о международном агрессоре, я уже не могу. Как остановить отток мозгов, знают все. Отмена ЕГЭ, смена системы образования, обеспечение занятости студентов после окончания обучения, зарплата на уровне депутата, причем не зарплата ректора, а зарплата рядовых научных сотрудников. Стимул, так сказать. Банальные вещи, говорю, да, пацаны? Очевидные и банальные вещи. Но вот парадокс. В России, как всегда, не ищут легких путей, не решают банальные вопросы, а начинают крутить сраками, делить и мутить, осваивать ресурсы и бюджеты, экспериментировать с образованием, модернизировать и совершать рывки. Рывки, граждане, нужны в других процессах, если вы понимаете, о чем я. Полезны рывки и в военно-промышленных отраслях. А образование – это процесс интимный, долгоиграющий. Век живи, век учись. И если не менять сегодняшнее образование, которое и образованием назвать сложно, с натяжечкой, то молодежь продолжит уезжать. Нам же в России останется то, что и должно остаться, то, для чего затевалась реформа образования. То есть ничего, масса, масса провокаторов, не способных отвечать за поступки, не осознающих своих поступков, а посему сеющих рознь, вражду и слабоумие. Короче, это видеообращение ко всем фурманам России, ко всем таджитам, узбекам, азербайджанцам, татарам, ну и всем. Короче, я всех... Короче, он всех! Ага, и татар, и родителей татар, и даже Аллаха. Слабоумие и отвага, скажете вы, новый тренд? Пишите мне, угрожайте мне в речку, угрожайте вырезать мою семью. Это не отвага. Отважного на следующий же день запаковали, и кто бы сомневался, пел он уже совсем другие песни. Уважаемые мусульмане России и движения за рубежем. Я совершил это состояние пьяния, не отдавал своим мыслям и действиям отчетам. Прошу искренне простить меня, если искренне раскаиваюсь с одеимой. Это же все кусочки одного целого. Молокососы, ссущие на памятник ветеранам Великой Отечественной, тушащие вечные огни и прикуривающие от них сигареты, вывешивание на 9 мая в соцсетях фотографии нацистов, а теперь и разжигание межнациональной розни. Так и было задумано, друзья. А из этих конченых впоследствии вырастают чиновники, тоже конченые. Вырастают эффективные менеджеры, которые тушат вечные огни уже не в шутку, а по-взрослому. Нижегородский Газпром все-таки затушил вечный огонь. Мемориальный комплекс объявил несанкционированным объектом о горении вечного огня, хищением газа у Газпрома. А заменяют уехавших молодых специалистов мигрантами, да. На всех телеканалах сегодня орут о том, что вопрос с мигрантами под контролем. Все чики-пуки, а скоро их численность вовсе сократят. Серьезно? А вот директор Департамента трудовой миграции Евразийской экономической комиссии говорит другое. Что касается по гражданам Армении, на сегодня на миграционном учете в Российской Федерации, как основной страны приема трудовых мигрантов, 202 тысячи граждан Республики Армения зарегистрированы. В 2019 году этот показатель был 106 тысяч, и за аналогичный период 2020 года это было 51 тысяча. Это только за Армению? Да ладно, плюсуйте сюда почти 400 тысяч граждан Киргизии, которых, кстати, еще два года назад было только 120 тысяч. Сократилось количество, не правда ли? Плюсуйте Азербайджан и Таджикистан, плюсуйте, не стесняйтесь, ибо та же директор Департамента Евразийской экономической комиссии заявила собственным ротом, что количество мигрантов из братских республик за два пандемийных года, пандемийных года, выросло в три раза. Я вам больше скажу, они, братья, очень недовольны тем, что Россия ввела для мигрантов обязательную проверку на ВИЧ и другие опасные заболевания. Да, недовольны, вследствие чего Киргизия обратилась с жалобой на Россию, ага, в эту самую Евразийскую комиссию. Зачем, мол, проверяйте, а, русские? Не надо нас проверять! Здоровые мы, а, мамой клянусь! А ведь этих братских республик, а сколько их, кстати, братских республик? Ягышнято! Помогай! Республик... 50. Меньше, больше? Мало, больше. Больше? 120. 120. Реально? Попало, да. Правильно. Давай перечислим несколько хотя бы. Республика... Республика Татарстан. Республика Дагестан. Сколько всего нужно было набрать? 200? Сколько надо сказать? Хотя бы 5. 5? Татарстан, Дагестан, Республика Коми. В Беларуси это явно была там не республика. Республика была в Беларуси? О, тогда Украина. 5. Хе-хе-хе. Адьес!